Третий урок. Одеваем бронежилет. В этом уроке мы с вами рассмотрим необходимое действие, которое нужно сделать, чтобы обеспечить минимальную защиту для вашего сайта на джумла. Некоторые действия будут являться регулярными. Итак, переходим к рассмотрению. Первое. Вам нужно регулярно обновлять свою джумлу. Как только вышла новая версия джумлы, вам необходимо обновиться. Почему? В прошлом уроке я вам рассказывал о том, что могут быть ошибки в коде самой джумла, могут быть ошибки в SQL-запросах, то есть в запросах базы данных, и злоумышленники могут ими воспользоваться. Как только находят новую ошибку, разработчики джумла выкладывают новый апдейт, новый релиз безопасности. Это означает, что данную ошибку уже заметили хакеры, злоумышленники, и для того, чтобы через данную уязвимость вас не взломали, вам необходимо обновиться до последней версии джумла. Что я подразумеваю под последней версией джумла? Сейчас у нас есть две ветки джумла. Это 2.5 и 1.5. Так вот, обновляться нужно внутри каждой ветки. Если у вас стоит джумла 1.5, то на данный момент, когда я записываю курс, у вас должна быть последняя версия стоять 1.5.26. Дальше джумла 1.5 обновляться уже не будет. Если у вас стоит 1.5.26, то все нормально, можете больше не беспокоиться. Если нет, то обновите. Для джумла 2.5, когда записываю курс, последняя версия 2.5.6. Если вышло 2.5.7, 2.5.8 и так далее, то рекомендую сразу же обновиться. Обновляться с джумла 2.5 до версии 3.0 не нужно. То есть обновляться между версиями, между ветками джумла – это отдельная тема. И сразу, вот как вышла новая версия, я вам не рекомендую обновляться. То есть забегая немного вперед, скажу. 3.0 – это будет версия, которая имеет 6-месячный период поддержки. Она является экспериментальной. То есть в нее внедряются новые функции. И на эту версию переходить с рабочими проектами не нужно. Следующая версия, которая будет долгоиграющей, это будет версия 3.5. Но это отдельная тема. И о переходах между версиями мы с вами поговорим в других уроках. На данный момент усвоите одно правило. Как только вышла новая версия джумла внутри одной ветки, сразу же обновляемся. Далее. Регулярные обновления расширений. Расширения – это скрипты. Их пишут люди. То есть точно так же, как и в джумла, там могут быть ошибки в написании кода и могут быть ошибки в запросах в базе данных. Поэтому, чтобы избежать взлома через расширение, регулярно обновляйтесь. Каждый разработчик стремится сделать свое расширение идеальным и максимально защищенным. Поэтому, если вы купили расширение или скачали бесплатное расширение, если оно бесплатно, то следите за новыми версиями. Далее. Удаляем ненужное расширение. Если вы установили расширение и не используете его, то в любом случае данное расширение находится на вашем сайте. А это означает, что если в нем есть брешь в безопасности, то через нее злоумышленники могут взломать ваш сайт. Причем, как правило, так и происходит. Неиспользуемые расширения, за ними никто не следит. То есть не смотрят, вышла ли новая версия. Версия может стоять самая-самая сырая, еще бета-версия. Поэтому через такие расширения происходит большое количество взломов. Поэтому, если вы расширение не используете, тогда его или удалите, или, если сомневаетесь в удалении, можете отключить. Как это делается, я вам покажу. Далее выставляем правильные права на папки и файлы. По умолчанию права на папке должны стоять 755, на файлы 644. Где это смотрится и как это делается. Итак, можем через Total Commander, можем через файл Zill. Владелец файла может читать и записывать, изменять данный файл, все остальные могут только читать. То есть остальное расширение, например. На папке 755 означает, что владелец может читать, изменять и выполнять скрипты из данной папки. Все остальные могут только читать и выполнять. Это минимально необходимое требование, при которых у вас будет нормально функционировать джумбла, и будет минимальная защита. О более полной защите, о более жестких правах мы поговорим буквально через минуту. Далее, очищаем папку с временными файлами. Папка с временными файлами, как правило, обладает максимальными правами. Поэтому она является первой целью злоумышленника. И из нее я рекомендую регулярно удалять временные файлы. Далее, изменяем данные администратора. В первую очередь, это относится к владельцам джумбла 1.5. Почему? Потому что по умолчанию логин администратора по джумбла 1.5 звучит как админ. Идентификатор администратора, то есть идентификатор пользователя с логином админ по цифре 62 находится в базе данных MySQL. Подобрать пароль пустяковое дело. То есть, получить доступ к вашей админке очень и очень легко. В джумбла 2.5 идентификатор произвольный. То есть, он выбирается рандомно или случайно при установке джумбла. Поэтому здесь проблем меньше. Но все равно логин нам нужно будет изменить в джумбла 2.5. Далее, изменяем префиксы таблиц. Это относится только к владельцам джумбла 1.5. Потому что по умолчанию префикс таблиц приставка у таблиц в базе данных звучит как джоз. В джумбла 2.5 префикс таблиц также устанавливается рандомным. То есть, генерируется на этапе установки случайные буквы. Итак, приступаем к выполнению обязательных требований. И давайте сперва рассмотрим, что мы можем сделать вручную, а для чего нам понадобятся дополнительные инструменты. Итак, регулярное обновление джумблы. В джумбла 2.5 уже есть инструменты, которые следят за последней версией и позволяют быстро обновить джумблу до актуальной версии. В джумбла 1.5 таких инструментов нет, но джумбла 1.5 на данный момент больше не развивается, поэтому знайте, что в линейке 1.5 последняя версия 1.5.26. Но в любом случае мы установим расширение, которое поможет в один клик нам обновиться до последней версии джумбла. Регулярное обновление расширений. В джумбла 2.5 включили такой инструмент. К сожалению, не все разработчики расширений пока пользуются данным инструментом и оповещают пользователя об изменениях, но впоследствии его будут использовать. Поэтому пока следим за обновлениями вручную. Удаляем ненужное расширение. Это буквально два клика мышкой можно сделать вручную. Выставляем правильные права на папки и файлы. Можно сделать вручную или можно через дополнительные инструменты. Очищаем папку с временными файлами. Это вручную. Изменяем данные администратора и префиксы таблиц я покажу вам инструмент, который позволит сделать данное действие буквально в два клика мышки и максимально безопасно. Итак, приступаем. Переходим в браузер. На какой версии джумбла рассматривать по идее не имеет большой разницы. Сейчас мы с вами установим расширение под названием admin tools, которое позволит нам сделать большинство действий буквально в пару кликов мышки. В этом уроке мы установим бесплатную версию. Платную версию рассмотрим во втором разделе. Она обладает более мощным функционалом. Итак, данное расширение я прилагаю вам вместе с курсом. Для джумлы 1.5 последняя версия 2.2.10. Для джумлы 2.5 версии постоянно обновляются, поэтому следите на сайте. Вот зайдем в admin tools. На данный момент последняя версия здесь нажмем кнопку download 2.3.2. Но когда вы будете смотреть курс, последняя версия может быть выше, поэтому ставьте последнюю для 1.5 2.2.10. Итак, идем в расширение установить удалить. Выбираем наш файл, устанавливаем. Чтобы нам удобно было общаться с расширением, мы также его русифицируем. Установим русский файл, русский язык, нажимаем загрузить и установить. Язык установлен. И сейчас переходим в компоненты admin tools. Итак, первое, что нам нужно сделать, это проверить джумлу на актуальную версию. Версия проверяется автоматически, и у нас написано, что джумла актуальная. Справа есть модуль, в котором показана наша версия и последняя версия. Вторая галочка означает, что у нас стоит последняя версия компонента admin tools. Для джумла 1.5 на самом деле это последняя версия. Далее, пройдемся по списку. Регулярное обновление расширений. Здесь вы уже сами определяете, какие у вас расширения установлены, заходите на сайт разработчика и проверяете, последняя ли у вас версия. Но обязательно обращаю ваше внимание, перед обновлением расширения сделайте резервную копию, потому что вы могли данное расширение предварительно настраивать, то есть изменять файлы шаблонов, или кто-то его мог дописывать, чтобы у вас не полетел весь функционал вашего расширения, делайте резервную копию. поэтому если вы пока сомневаетесь, то не обновляйте на данный момент расширение. Чуть позже я вам покажу, как это можно сделать безопасно. Пока только останавливаемся на обновлении Joomla. Далее удаляем ненужное расширение. Как это сделать? Идем расширение, установить, удалить. И здесь у нас есть вкладки компоненты, модули, плагины. Если вам не нужен какой-то модуль, выделяем галочкой удаляем. То же самое относится к плагинам, к шаблонам и компонентам. Если не нужно, удаляем. Если не хотите удалять, то можете отключить. Нажимаем на галочку и отключаем. В Joomla 2.5 действия аналогичные. То есть идем расширение, measure расширений и здесь идем в вкладку управления. Здесь у нас находятся сразу все компоненты, модули, плагины, шаблоны и языки. Фильтруете. Например, нам нужно удалить компонент. Выбираем его и состояние или отключаем или же удаляем. Далее, возвращаемся в Admin Tools. Что нам нужно сделать? Следующим пунктом это выставить правильные права на папки и файлы. Итак, повторюсь, минимальное требование файлы 644 папки права 755. С данными правами, то есть на файлы 644 и на папке 755 вы сможете в обычном режиме пользоваться Joomla. То есть сможете устанавливать расширения, удалять их, сможете вносить изменения в файл конфигурации и, скажем так, никаких проблем у вас не будет. Но если вам нужна более надежная защита и ваш сайт уже настроен, то я рекомендую выставить права в следующем виде. На файлы в корне 3 четверки, то есть на файлы в корне вашего сайта, на папке 700. Исключение составляют папки кэша, логов, тмп и папка кэша администратора. На них нужно поставить права 755. Но в этом случае, если вы поставите данные права, вы не сможете устанавливать расширение, обновлять Joomla и вносить изменения в файл конфигурации. Для того, чтобы проделать данное действие, вам нужно будет откатить права на папки на минимальное требование. Данные настройки только для продвинутых. Итак, давайте посмотрим, как изменяются права на файлы. Выбираем файл в Total Commander, нажимаем изменить атрибуты. По-другому это называется chmod, пишется как chmod. Итак, выбираем файл, изменить атрибуты и здесь прописываем необходимые права. Важное примечание, права 777 вы не должны ставить ни на один файл, ни на одну папку. 777 это максимальные права на доступ и на запись для всех. То есть, выставляя такие права, вы открываете двери к содержимому вашего сайта. То есть, только те права, которые я вам сказал, нужно ставить. таким же образом мы можем изменить атрибуты через файл зилу или мы можем изменять атрибуты через admin tools. Единственное важное примечание, что атрибуты права на файлы и папки изменяются только в admin tools для joomla.2.5. Почему-то в joomla.1.5 данная функция работает некорректно. Итак, домашнее задание по правам на файлы и папки. Проверьте, правильно ли у вас выставлены права, то есть 7.5.5 на папки и 6.4.4 на файлы. И выставьте необходимые права. Пока права 3.4 ставить не нужно. Здесь мы ничего не ставим. Если у вас joomla.2.5, то вы легко можете воспользоваться инструментом admin tools. Сейчас вам покажу волшебную кнопку, нажатие которой сэкономит вам кучу времени. Для joomla.1.5 вам придется править права на папки и файлы вручную через tool.com или через файл zil. Итак, волшебная кнопка в joomla.2.5 называется следующим образом. Отладка прав доступа. Нажав на эту кнопку, все права на файлы и папки выставляются по умолчанию, так как сказал я. То есть 7.5.5 на папки и 6.4.4 на файлы. Идем далее. Да, в joomla.1.5 эти кнопки не работают. Они просто для информации. Идем далее. Инструменты SEO и ссылки нам сейчас не нужны. Очистить папку tmp. Эта кнопка позволяет очистить все файлы в папке temp. Данное действие можно делать вручную. то есть можем зайти в папку tmp и удаляем все файлы кроме файла index.html. Файл index.html вот с таким размером должен быть обязательно. Это пустая страница. При вызове сайта откроется файл index.html и это запретит показывать находящиеся здесь файлы. То есть файл index.html всегда оставляете. Далее. Функции для изменения опции для изменения кодировки знаков базы данных. Если вдруг у вас некорректно произошел перенос вашего сайта на виртуальный хостинг и у вас отображаются буквы неправильно то нажимаете изменить кодировку знаков и выбираете правильную кодировку. Далее. Отремонтировать и оптимизировать таблицы. Рекомендую данную опцию запускать регулярно. Очистить сессии нам данная опция сейчас не нужна. По очистке папки темп и оптимизации таблиц. Данные опции можно автоматизировать то есть прописать их в заданиях по расписанию и они будут выполняться автоматически в полной версии компонента Admin Tools. Но данную версию компонента мы рассмотрим с вами во втором разделе. Далее мы переходим с вами к важным действиям. Изменяем данные администратора и префиксы таблиц. Итак. Редактор приставок таблиц базы данных. Заходим сюда. Нам здесь красными буквами на желтом фоне сообщает что в безопасности у нас проблемы. То есть у нас используется стандартный префикс для базы данных под названием JAWS и нам бы его нужно изменить. Мы соглашаемся и нажимаем кнопку изменить мою приставку. Все. Приставка изменена. Возвращаемся и одной проблемы у нас стало меньше. Для Joomla 2.5 данное действие можно не делать, потому что приставка у нас и так по умолчанию уникальная. Далее изменяем ID суперадминистратора. Нам здесь опять красной надписью на желтом фоне сообщает, что у нас установлен ID администратора 62. И это небезопасно. Поэтому мы нажимаем изменить мой ID. Выбираем какое имя пользователя будем использовать для авторизации на своем сайте после использования этой функции. И здесь нам на выбор админ лари и csg5 админ. Любой вариант выбираем. Поставим пока админ, но это имя изменим чуть позже. Все. ID администратора у нас изменился. Можем зайти в пользователи и посмотреть. Сейчас у нас ID админа 28. Старый админ у нас отключен. То есть если злоумышленник захочет подобрать пароль под идентификатор 62 различными инъекциями или подбором, то у него ничего не получится. Данный пользователь на сайте запрещен. И рекомендую изменить логин администратора. Введем например Александр. Хотя лучше что-нибудь более сложное. Secure Joomla например. Нажимаем сохранить. Сейчас выйдем. и заново авторизуемся. То же самое проделаем для Joomla 2.5. Но здесь нам ID суперадминистратора менять не обязательно, потому что у него ID уже другой. Поэтому просто идем в менеджер пользователей и для нашего админа мы изменяем логин. Ставим имя также Secure Joomla. Выйдем и авторизуемся. Итак, минимальное требование для защиты сайта мы с вами рассмотрели. И сейчас я хочу вам показать красную кнопку под названием аварийный режим. Нажав данную кнопку вы заблокируете доступ к вашему сайту для всех пользователей за исключением вашего IP-адреса, то есть за исключением вас. Как это делается? Как только вы нажимаете кнопку «Снять с интернета», у вас в корне вашего сайта формируется файл htaccess, который блокирует доступ ко всем пользователям, кроме указанного IP-адреса. Если вдруг ваш IP-адрес изменился, то есть вам нужно зайти на ваш сайт с другого компьютера, то просто данный файл удаляете. Или удаляете его тогда, когда закончилась атака и вам уже нужно восстановить работу сайта. Итак, пользуйтесь красной кнопкой только в том случае, если на ваш сайт идет прямо сейчас атака. Итак, на этом урок закончен. В следующем уроке мы с вами рассмотрим как обезопасить админ панель до последней версии отключить ненужное расширение выставить необходимые права изменить данные администратора идентификатор в Joomla 1.5 и логин в Joomla 1.5 и 2.5 и изменить префикс таблиц в Joomla 1.5 На этом урок закончен. В следующем уроке мы с вами рассмотрим как обезопасить нашу админ панель.